Пошук людей в лесах и городах Беларуси – головная мета волонтеров пошукового выротовального отрада «Симуран» уже на протягу восьми годов. За этот термин с допомогой доброхвотников были найдены сотни людей. Подробяясь об деятельности волонтеров «Симурана» доведалась Вероника Гамзюкова. У пошукового выротовального отрада «Симуран» сегодня лечится больше за 200 человек. Головная якость волонтеров – жадание допомогать людям. Керовник «Симурана» Юрий Беразюк отзначает, что при пошуках человека самое важное – первые 70 годин. В этот час людей, как правило, знаходят живыми. По опыте волонтеры отзначают – дети часто сходят за неразумение и крыут, а пенсионеры губляются в лесе застомы и стану здоровья. У нас почему-то люди ждут до последнего, и когда уже начинает темнеть, только тогда начинают обращаться к нам, начинают обращаться в милицию. Наша организация работает по всей Гомельской области, также Могилевская область. Нет, ни на кого учиться не нужно, никаких знаний особых не надо, если у кого-то есть желание, мы всему научим, все расскажем, все покажем. Сергей Прымачов займается пошуком людей с Кастрычника минулого года. У его одноклассницы зник брат, и мужчина долучился до пошуков. Этот выпадок стал одним из самых запоминальных для гомельчанина. Второй запоминающийся случай – это когда ночью пришло сообщение о том, что в Бобруйске пропал маленький ребенок. Тоже был собран клич, и среди ночи все выехали на поиски. Даже удивительно было, что столько людей собралось искать ребенка. Ребенка нашли тогда живым. Все хорошо. Мария Подкопаева у склада Симурана уже три годы. По першиню она отправилась на пошуки 10-годового Максима Мархалюка с Гродно, который пропал три годы тому. Девчина означает, что с того момента ее жизнь кардинально изменилась. Сегодня для ее самый главный страх – найти человека мертвым. Если у меня будет стоять, или я пойду со своими какими-то друзьями гулять, или объявлен сбор, то я поеду на сбор. Многие этого и не понимают, поэтому большинство друзей отсеялось. Даже на работе понимают, и бывает, что работают до 10, могут отпустить на пару часов раньше, когда говорят, что пропал ребенок. Ну, отпускают, идут на уступки, все понимают. Симурановцы рекомендуют набыть для своих родных годинник с геотрекером. Так вы зауседы сможете отсажить местознаходжение человека. При походе у леса бевязково возьмите с собой телефон и портативную зарадную приладу. Не лишними будут запалки, вода и леки, как быть готовым до непредбаченных ситуаций.